Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем наши беседы по псалмам царя Давида, по имени Господи царя Давида и всю крутость его. И сегодня мы будем читать 67-й псалом. Это значительный псалом, он имеет 36 стихов. И в православной толковой Библии говорится об этом псалме. Надписание псалма указывает как на писателя Давида, так и на способ исполнения, на вокально-музыкальное исполнение, причем музыка здесь занимает главное место. Псалом – песнь, так он называется. Время и повод написания можно определить по содержанию псалма. В псалме описывается торжественное шествие. Это с 25 по 27 стих пред кивотом завета, 27 и 2 стих, в котором принимал участие весь еврейский народ, 27-28, при этом несение ковчега в Иерусалим, 19 стих, с востока, 5 стих, Господь восхваляется за все свои многочисленные блага, дарованные еврейскому народу. И надписание этого псалма по септуагенте в конец – псалом, песнь Давида. Ну, такое же надписание по-церковно-славянски, по-еврейски. То есть, получается, управителю от Давида псалом, песнь. Мизмор, шир – это и означает псалом, песнь. То есть, псалом для пения этого псалма, скажем так. И сам текст этого псалма начинается словами, которые многие знают хорошо. «Да воскреснет Бог, и расточатся враги Его, и добегут от лица Его ненавидящие Его». Оружие на дьявола дал нам Господь, Его же все трепещут, это крест. И темы и образы из этого псалма, они используются в молитве животворящему кресту. «Да воскреснет Бог, и расточатся враги Его, и добежат от лица Твоего ненавидящие Тебя». «Да воскреснет Бог, и расточатся враги Его, и добегут от лица Его ненавидящие Его». «Как исчезает дым, да исчезнут, как тает воск от лица огня, так да погибнут грешники от лица Божия». «Действительно дым, он быстро как бы пропадает под порывами даже незначительного ветра, как и воск пред лицом огня, он тает очень быстро, буквально стекает некими такими потоками вниз. Таким образом погибнут грешники от лица Божия». «Что значит лица Божия?» «Когда Господь начнет действовать в этом мире с открытием своего лика, это прежде всего относится ко дням Его славного Второго пришествия. «А праведники да возвеселятся, да возрадуются пред Богом, да насладятся весельем». То есть в противоположность нечестивым праведные возрадуются в те дни. Хотя в одном древнем христианском латинском стихослове сказано, что в тот день даже праведны будут в тревоге. Ведь суд называется страшным судом, но у праведников будет надежда, особенно у тех, праведность которых она не от закона, а от действия благодати. «Воспойте Богу, пойте имени Его, готовьте путь, шествующему на запад». Имеется в виду, как солнце движется с востока на запад, освящая весь этот мир. И вот святитель Филарет, его опыт изъяснения псалма, он как раз пишет «для просвещения светом с востока всего темного запада». Запад в христианском понимании, кстати, не только в восточной церкви, но и самой западной церкви, это место мрака, а свет с востока. В свое время неопротестанты создали такое общество, которое называлось «Свет на восток». Они издавали какие-то там брошюрки сектантские в этом обществе и привозили в Россию. Я как-то встречался с одним таким представителем этого движения и говорю, «Вы все перепутали, свет идет с востока на запад, а не с запада на восток». Потому что они воспринимали тогда Россию как некую Африку, что тут живут дикие люди, которых надо просвещать. У нас тысячелетняя история древнего христианства. И вот киевская псалтырь, которая на последних занятиях лежит перед вашими глазами, является там подтверждением, что наша цивилизация древняя. Кстати, отличие восточного христианства от западного – у нас не было расставания со Словом Божьим. Если на Западе возобладала латынь, и люди слышали псалмы, чтение Евангелия, никто ничего не понимал, кроме ученых мужей, то у нас христианство с самого начала идет на понятном языке. Когда Крещение Руси, тексты Святого Писания, псалмов Давида, книг Нового Завета, они приходят на славянском языке. И всем все было понятно. В течение года за богослужением у нас вычитывается весь Новый Завет, кроме Апокалипсиса. Потому что считается, что Апокалипсис можно читать только соответствующими комментариями. И есть толковые апокалипсисы, очень такие красивые, они называются лицевые апокалипсисы, потому что там много разных таких чудесных иллюстраций. И когда православие переходит за Урал, делаются переводы книг Священного Писания для малых и больших народов Сибири, а потом и Дальнего Востока, Японии, Китая. Великий апостол нашей церкви, святитель Николай Касаткин, он создал поместную японскую церковь и сделал блестящий перевод Библии. А когда славянский язык к XIX веку стал трудно понимаем для некоторой части населения, церковь сделала перевод книг Библии на русский язык. Таким образом, восточные христиане отличаются от западных прежде всего тем, что у нас не было расставания со Словом Божиим. Итак, движение света с Востока на Запад – это реальность. Воспойте Богу, пойте имени Его, готовьте путь шествующему на Запад. И далее – Господь имя Его и радуйтесь пред Ним. Почему радуйтесь пред Ним? Потому что Господь, если у Него имя Господь, Господь – это четырехбуквенное имя Господа, Яхвы и Егова, которое означает божественное милосердие. Если наш Бог – это милосердие, как же нам не радоваться перед Ним? И в своем первом пришествии Христос говорит, что Он пришел не судить этот мир, а спасать этот мир. «Досметутся от лица Его отца сирот и судьи вдов». «Досметутся от лица Его» и далее – «отца сирот и судьи вдов». То есть Бог тот, кто как бы усыновил всех сирот, тот, который судится за всех вдов, за одиноких женщин. Бог вместе, святом, своем. Бог вселяет единомышленных с ним в дом, изводя окованных мужественно, также огорчающих, живущих во гробах. Бог вселяет единомышленных с ним по Афанасию Великому, которые ему единому посвятили жизнь свою. Вот они имеются в виду, они единомышленны с ним, потому что от начала до конца они свою жизнь посвятили ему. В дом, то есть его, то есть Божий и на гору святую свою, такое объяснение дает Афанасий Великий и Феодорит Кирский изводя, откуда изводя, Афанасий Великий, Феодорит и Зигабен из темницы греха, страстей спасает их от дьявола, изводя, окованных, то есть страдающих от греха и бедствия, это объяснение Афанасия, Феодорита и митрополита Филарета мужественно, мужественно также огорчающих, огорчающих Бога, злочестивых понимания Феодорита. Вот это такой сложный стих, живущих во гробах в понимании Афанасия Великого и Феодорита, то есть живущих в местах нечистых, где служители идолам, где служители идолам служили этим идолам, вот эти нечистые места, там обитали бесноватые, это мы видим, то есть всех бывших в аду и во власти дьявола Господь выводит на свободу свое царство, об этом говорится в Евангелии от Иоанна 5, 28, вот такой сложный стих, 7, давайте посмотрим, как он звучит с еврейского языка, «Бог поселяет одиноких в доме, он выводит заключенных в оковы, а мятежные обитали в засушливом». здесь Бог поселяет одиноких в доме, а одинокие это одинокие, это единомышленные с ним по саптуагентия, дом, это дом Божий, куда их вводят, изводя, то есть выводя их из рабства дьяволу, окованных мужественно, что значит мужественно, то есть они терпели с надеждой, что придет освободитель, также огорчающих, живущих во гробах, и бесноватых Господь тоже освобождает, а живущих во гробах это образ и ада. И восьмой стих «Божий, когда ты выходишь пред народом твоим, когда ты проходил через пустыню, и далее девятый земля потряслась и небеса таяли от лица Бога Синайского от лица Бога Израилева». То есть здесь Бог называется Богом Синайским и Богом Израилевым. То есть Бог себя отрежествляет с верующими в Него. «Обильный дождь проливал ты Божьи наследию твоему». Дождь — это символ плодородия, и дождь — это символ божественных откровений, которые, как потоки дождя с неба, эти капли откровения падают на иссохшую землю, то есть иссохшие души. «Обильный дождь проливал ты, Божий, наследию твоему». Здесь есть как бы аллюзия с манной, которая изливалась из облаков наподобие дождя. исход 16.4 Псалтырь 77.23 «Обильный дождь проливал ты, Божий, наследию твоему». Но это и образ небесных откровений. А когда оно изнемогло, то есть твое наследие, твой народ, ты укреплял его. И Феодорит пишет «Удрученный пустынью еврейский народ ты укреплял и он умножился, обогателся». То есть Господь, создавший церковь, он делает все для того, чтобы врата не одолели ее. «Животные твои обитали там, то есть в пустыне, ты, Божий, приготовил их в пищу нищему, нищему, то есть это известное событие, там множество перепелов было послано Богом в пищу евреям, об этом говорится в 16-й главе книги Исход. «Господь дал слово благовествующим с великой силою». Что значит «Господь дал?» «Дал в пустыне, то есть там, где слово Божие не звучало?» «Слово благовествующим с великой силою». Феодорит и Афанасий настаивают на том, что ветхозаветным и новозаветным благовестником о Боге и его чудесах Господь давал силу. Человек не может просто так говорить, как в Писании сказано, от избытка сердца говорят от уста. И уста говорят любого проповедника, исходя от того, вдыхает ли Бог в его уста силу, или человек только говорит от своей премудрости человеческой. «Царь сил возлюбленного народа прекрасному дому дал слово делить добычу». Дал слово делить добычу. То есть, когда одерживаются победы Богом, в эту победу входят и люди его. «Когда вы успокоились в пределах своих, то у вас были крылья, голубки серебристые и с междоплечьями ее блестящими, как золото». То есть, когда мы успокаиваемся в Господе, в нем видим источник радости, то наша жизнь протекает спокойно и радостно. «Когда Бог Небесный рассеивал царей на ней, то есть на этой земле, которую Бог передавал своему народу, они покрылись снегом, в общем-то необычное явление, о чем это говорит? Феодорит, Афанасий Великий, Зигабен, митрополит Филарет Дроздов предлагают такое решение, когда Бог Небесный рассеивал царей на ней, то есть нечестивых языческих царей, они, то есть верующие, не цари, а верующие, покрылись снегом, как в салмоне, то есть Божье прощение коснулось их. Помните, как у Исаии сказано, «Если грехи ваши как багряные, как снег, убелю их, как пурпур очищу». Гора Божия, гора тучная, гора усыренная, гора тучная, то есть у Бога есть обилие непостижимое для нас. Почему вы враждебно думаете, горы усыренные, это гора, на которой благоволил Бог жить, ибо Господь вселится на ней вовеки. Вот это гора тучная, гора усыренная, гора тучная, тут повторяется, тучная дважды, это церковь. Это церковь. И в книге пророка Даниила церковь описывается именно так, как камень, не рукосечный, не рукой человеческой, отделенный от скалы, понесся на землю и сокрушил всех идолов. Христианская церковь остановила идолопоклонство. И потом, как сказано пророка Даниила, этот камень сам сделался огромной горою, то есть христианская церковь распространилась по всему миру, и эта гора наполнила всю землю. Уже, как бы, в формате вселенского христианства. Поэтому гора Божия, гора тучная, гора усыренная, гора тучная, это церковь, которой Бог обильно дает свои благословения. Почему вы враждебно думаете, горы усыренные, то есть ложные религии, горы усыренные, то есть тоже, как бы, богатые растительностью и высокие, но не Божьи. Это гора, на которой благоволил Бог жить. Я создам церковь, мои врата не одолеют ее, говорит Христос, ибо Господь селился на ней вовек. Христос сам говорит, где твое или трое собраны во имя мое, там я посреди. Колесниц Божьих тьмы тем, тысяча ликующих Господь в них, который на Синае и в Освятилище. То есть Бог одновременно присутствует и на Синае, и в Освятилище, и колесницы Божьи, это военные колесницы, которые ополчаются в защиту народа Божия. Ты вошел на высоту, пленил плен, принял дары людьми, дабы и в непокорных поселиться. Это о Христе, который восходит на высоту, и который пленил плен. Как Христос смертью смерть попрал, он берет в полон и сам плен. И Феодорит и Афанасий пишут, это тот же Господь, который явился на Синае и в Моисеевой Скинии. Это тот же Господь, который воплотился на земле. Ты вошел на высоту, пленил плен, принял дары людьми, то есть имеется в виду, что святые появились на земле, как плоды зрелого древа церкви. Господь Бог благословен, благословен Господь во все дни, дарует нам успех, Бог спасения нашего. И далее идет уже славословие Богу. Бог наш, Бог во спасении и Господни, Господни врата смерти. Что значит Господни врата смерти? У Господа ключи ада и смерти. Исаия 45 2 Апокалипсис 1 18 На это обращает внимание Феодорит. То есть все в его власти. Но Бог сокрушит головы врагов своих вверх головы ходящих в своих прегрешениях. То есть суды Господни они не замедлют, они совершатся. Сокрушишь головы согрешающих нераскаянно врагов Ветхозаветной и Новозаветной Церкви Божией, дьявола и его слуг. Такое объяснение Афанасия Великий дает и Феодорит Кирский. Видно было шествие, шествие это шествие и Ковчега Завета, который переносил Давид, но это и движение евангельского благоествования по планете. Видно было шествие Твое, Божие, шествие Бога Моего, Царя, Который в Освятилище. Распространение Церкви это было настоящее Триумфальное шествие. И оно было видно, как Христос говорил, то, что слышите на ухо, будете проповедовать на кровлях. Впереди шли начальствующие, конечно, тут, может быть, имеются в виду, начальствующие над хорами певцов, по-славянски князи, князи, по-нашему это регенты, то есть те, которые возглавляют хоры, целые хоры. В христианском прочтении это богословы, которые начальствуют над этой догматической песнью, которую спевает церковь. Князья Сарим по-еврейски. Впереди шли начальствующие вместе с поющими среди дев, играющих на темпанах. Девы это те, которые не раслились чуждыми ересями, чуждыми вероучениями. Это христиане, которые сохранили целомудрые веры. В собраниях прославляйте Бога, Господа, вы, происшедшие от потомков Израиля, там Вениамин, юнейший, восхищение, начальники Иудовы, владыки их, начальники Завулоновы, начальники Нефалимовы, то есть, как бы, все колено восстают и славословят Бога. Исполни, Боже, силой твоей заповедь. Утверди, Боже, то, что ты соделал для нас. Ради храма твоего в Иерусалим принесут тебе цари дары. Ради храма. Иерусалим это церковь. То есть, ради тела Христова в церковь принесут дары. Запрети зверям обитать. Зверям, которые обитатели тростника, тростника, то есть, это еретики, они не должны обитать среди собрания Божия. Запрети зверям, обитателям тростника, собранию валов среди телиц, народов, заключать оцененных серебром. Заключать оцененных серебром жизнь спасителя была оценена серебром предательства, расточи народы, желающие войны. То есть, звери не должны еретики обитать среди церкви, и валы, которые враждебны к церкви, они должны быть рядом с телицами народов, то есть, которые покорились Христу и проявили жертвенный характер. И далее мы читаем, придут богомольцы из Египта. А что за богомольцы из Египта? Это отцы синаиты. Давид это писал тысячи лет до Рождества Христова, но он видит богомольцев из Египта. Это христианские монахи, подвижники, которые заселили Синайскую пустыню и земли Египта. Придут богомольцы из Египта, Эфиопия поспешит молитвенно простереть руки своих Богу. Эфиопия это единственная страна в Африке, которая целиком оставалась христианской, даже под экспансией мусульман, которым было стыдно нападать на христиан Эфиопии, потому что когда самих мусульман гнали язычники Мекки и Медины, они убежали в Эфиопию. А когда язычники Мекки и Медины требовали выдать мусульман как беглых рабов, эфиопский патриарх расспросил их и узнав, что они верят в единого Бога, сказал, я ни за что их не отдам этим язычникам, многобожникам. И христианство чудесным образом сохраняется в Эфиопии до сих пор. Стыдно этим агарянам, мусульманам трогать тех, которые некогда в беде защитили их самих. Придут богомольцы, богомольцы, по-гречески старцы, старцы и посланники, или старцы, или посланники, послы или старейшины в Елизаветинской Библии, по-славянски молитвенники, это характеристика отцам Синаитам, собственно говоря, почти все тексты добротолюбия связаны с этими людьми. Эфиопия поспешит молитвенно простереть руку свою к Богу. Царства земные, пойте Богу, воспойте Господу, такой молитвенный призыв, вошедшему на превысшее небо, превысшее небо, у блаженного Феодорита превыше небо, или небо небес, небо небесе, это по-славянски. В понимании древних времен Давида существует как бы семь небес, семь небес, и тот, кто возносится превыше неба, то он как бы восходит в само Царствие Божие, вошедшему на превысшее небо, то есть превознесенное над другими небесами, как апостол Павел пишет о себе, что он был восхищен до третьего неба, а в понимании евреев и первых христиан как бы семь небес, и когда Павел был восхищен только на третье небо, он поражался теми глаголами истины, которые там звучали, и он свидетельствовал, не видел того глаз, не слышал того уха, не приходило то на сердце человеком, что Бог приготовил любящим его, это только о третьем небе, а там семь небес, вошедшему на превыше неба на восток, то есть то место, откуда свет, во свете твоем, то есть во свете Господа узрим свет, вот он, то есть Господь, издаст глазом своим сильный глаз, то есть глазом издаст глаз. И святитель Афанасий и блаженный Феодорит видели здесь пророчество о вознесении Христа и сошествии Святаго Духа в духе бурном, в дыхании ветра, как в синодальном переводе. Воздайте славу Богу окончание этого псалма. Над Израилем величие его и могущество его на облаках. Дивен Бог во святых своих, Бог Израилев. Он даст силу и крепость народу своему благословен Бог. Барух Эл-Агим. Благословен Бог. Вот этими словами оканчивается этот псалом, в котором мы видим множество великих духовных тайн, которые мы пытаемся раскрывать с помощью толкования отцов и с помощью сравнительного анализа возможных переводов по цептоагинтии, по-церковно-славянски и северейскому оригиналу. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!